Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня уже 30 октября и осень быстро-быстро у нас заканчивается. А я продолжаю. Будем разговаривать на темы самые такие насущные, актуальные, которые интересуют многих. И вот тема последнего видео была, можно ли взять семена зеленых томатов. И вот тема сегодняшняя вытекает из той и вообще темы всхожести семян, темы заготовки семян. Это очень-очень интересно всем и новичкам, и садоводам со стажем, огородникам. Вот смотрите, очень много вопросов приходит, какой срок хранения у семян. Например, у семян томатов, у семян огурцов. Но почти никто не пишет конкретно, вот никакой добавки нет, какой срок хранения семян у томатов без потери всхожести. Потому что это два разных понятия срок хранения семян, когда они оставляют за собой вот ту самую всхожесть, которая была изначально. И срок хранения семян уже всхожесть, когда ниже, но когда все-таки можно еще сеять. Вот это вы должны особенно начинающие знать, ну как, очень хорошо, что есть разная всхожесть. Есть какие-то годы хранения сроки, которые всходят прекрасно. А есть какие-то сроки, которые уже будет всего 20-30 процентов. И вы должны увеличивать норму высева семян. Они все равно всхожи, но будет маленький процент. И еще, есть семена домашние, а есть магазинные. Между ними есть тоже немножко разница. Я сейчас обо всем начну вам немножко рассказывать. Вот смотрите, последние 2 или даже 3 года я всех агитирую. Готовьте свои семена, заготавливайте. Это очень удобно, не покупать в магазинах, да. Но когда вы заготавливаете свои семена, вы должны знать много нюансов о семенах. Чтобы не было разочарований, то есть и сроки хранения вы должны тоже обязательно знать. И должны обязательно знать еще один момент, который многие упускают. Какие-то овощи, хорошая всхожесть у свежих на первый, на второй, на третий год. А какие-то наоборот. Первый и второй даже год их все специалисты не рекомендуют. Потому что наивысшая всхожесть и наивысшее качество растений будет на третий или на четвертый год. Во-первых, чтобы не быть голословным, я вам сравню томат и огурец. У них и у того, и у другого срок хранения продолжительный. Можно их хранить по несколько лет. Но томаты будет самая высокая всхожесть. Это первый год, второй год. И можно еще третий, четвертый, пятый. А огурцы на следующий год после сбора лучше их не трогать, положить в дальний уголочек на полочку и посеять только на второй или на третий год. Тогда у них будет наивысший процент всхожести. Но тут есть таблицы. Я потом во втором видео поднесу камеру. Есть таблицы в интернете. И каждый, кто хочет побольше знать об этих схожести семян, о различных таблиц, очень много. И там тоже очень разные вот эти сроки. Лучше всего, конечно, если вы узнаете все это на личном опыте. Я сейчас вам буду рассказывать о своем личном опыте. Про томаты, например. Если томаты вы заготавливаете сами, можно хранить очень долго. До 12 лет они не теряют своей жизни. У них есть способность давать всходы. Но тут будет разная всхожесть. Первые 5 лет томаты всходят без проблем. Можно даже, если вы надеетесь на свой грунт и надеетесь на семена, что они у вас чистые, без всяких там патогенной микрофлоры. Можно даже вырастить 5-летние семена без дополнительной какой-то стимуляции, без дополнительных обработок. Просто посеять. Первый, второй, третий, четвертый, пятый год. Но если вы храните больше 5 лет, дольше 5 лет, то, конечно, тут нужно дополнительное стимулирование. Но многие используют сейчас самый простейший вот этот эпин. Замачивают в эпине, немножко подождут, полежит оно. Ну, а замачивают на ночь или на сутки и высевают. И таким образом могут семена и 7-летние, и 10-летние взойти. Многие люди пишут, что находят семена 15-летней давности от своих родителей, там от мамы, от бабушки. И они тоже у них сходят. Но тут опять мы вернемся к тому видео, которое я вот напомнила вам в начале, что можно ли собирать зеленых семян. Тут еще много зависит, с каких семян, ой, с каких томатов собраны вот эти семена. То есть, с полноценных вызревших или в фазе вот этой бланжевой, как я называю, меланжевой зрелости. Или в фазе молочной зрелости, или совсем с зеленых томатов. Конечно, с полноценных зрелых семян, они всегда будут... С полноценных зрелых томатов, извините, я уже запуталась. Они всегда будут у них и срок хранения дольше, и сила у них больше, и процент схожести у них будет выше. И они будут отличаться от тех, которые мы собираем с зеленых семян. Там, я как уже говорила, есть и слабые, есть и недоношенные вот эти семянки. Дальше, вот 10-12 лет. Если мы про эти же семена, про домашние, конечно, гибриды огурцов мы покупаем только в магазине, но вот домашние, сортовые огурцы я много лет тоже собирала сама. И если говорить про огурцы, то они тоже хранятся очень долго. Вот у меня даже есть таблица, я сейчас скажу вам, если быть совсем точной. Так, так, так. Огурец. Тоже написано, что можно хранить до 10 лет. Но тут есть у меня и другая таблица. Результаты исследования в схожести семян. И тут написано, что если огурцы в первые раз, два, три, в первые три года, у них еще более-менее хорошее всхожество идет. Пятый, шестой у них понижается. А на седьмой год указано по результатам исследования научных 10-18%. Так что есть ли резон хранить огурцы по 10 лет? Если у них самый хороший такой, ну, расцвет их жизни, когда мы будем сеять второй, третий или четвертый год. Больше трех-четырех лет их обычно никто, вот старые огородники, и не хранят, смысла нет. Чем дольше они потом лежат после четвертого года, тем меньше у них схожесть. Так что вот, когда вы спрашиваете, какой срок хранения, тут ведь хранить их можно хоть сколько, ну, смотря как они потом зайдут, какой процент. Это о домашних семенах, например, вот я сейчас говорила. Если говорить про магазинные семена. В магазинах семенах всегда указан точный срок. Вот сейчас мы покупаем, 19-й год, до 21-го года все, срок хранения, срок реализации. Но указан на этот срок, он всегда меньше того природного срока, во время которого семена могут взойти. В торговых сетях, ну, вероятно, указывают такой маленький срок, что потом на четвертый или на пятый год не хотят фирму рисковать своим вот этим, как сказать, своим именем, своим брендом, что они же потом не будут объяснять, что со временем там процент схожести падает, все. И после трех лет эта семечка уже считается у них непригодным, просроченным. Но если вы его возьмете, если вы его хорошо замочите, чаще всего просроченные семена, они сильно пересушены. Ну, представьте, сколько 2-3 года она болталась на складах, в магазинах, где жаркая температура. Но если вы его намочите, если его стимулятором немножко подержите, обработаете, оно тоже взойдет. И просроченные семена томатов можно 2-3 или даже 4 года после истечения срока годности магазинного можно смело высевать, и вы получите прекрасные всходы, хорошие. И это, опять же, зависит от семян. Если вы откроете пачку, и там семена такие меленькие, темные, как бы, ну, как почти что заплесневелые, это бывает даже и не у просроченных семян. Они даже в срок реализации, если не просроченные, они и то могут не взойти. А если открываешь просроченные семена, которым уже 2 года после просрочки, они крупные, хорошие, такие лохматенькие, и прекрасно всходят. Так что это такой вот мир загадочный, что можно и не просроченное свежее семя посадить, в магазине купить пачку, оно не взойдет. А можно взять просрочку. Я всегда беру для расширения ассортимента. Но сейчас у нас почему-то нет, не знаю, просроченных семян. Брала много видов. Именно там я нашла этот жиростойкий, болезнь неустойчивая, открыла для себя томат, который мне очень нравится. Там я нашла еще какой-то, уже забыла. Ну, затертая такая старая пачка валяется, ее никто не покупает. Я вижу название незнакомое. Все, это повод купить и посмотреть, что из себя представляет этот томат. Иногда таких красавцев там открываешь, что и больше потом, главное, и в торговле-то их нет, не встречаются. Все, а у меня они уже живут. Потом я когда свои семена размножила, они теперь много лет. И еще, если вы заготавливаете свои семена томатов, как я всех же научила, заготавливайте свои семена томатов. Но для человека иногда он одну помидорку возьмет, выпотрошит, там столько семян, а высаживает он, например, по 5-10 кустиков этого сорта. Вот сколько хранить эти семена. Например, нынче вы заготовили. Вот получилось целый прям пакетик семян. Будете по 5-6 в год. И вот то, что выше я сказала, все это применимо. Положите эти семена. 5 лет можете смело высаживать эти семена. У них будет прекрасная всхожесть. Они будут давать вам хорошие всходы. И потом, если они еще останутся дальше, то до 10 лет их можно высевать, но с применением стимулятора. И если они у вас немножко пересохнут за эти 10 лет, то их нужно, конечно, немножко замачивать. Все. Вот это о сроках хранения семян. Сейчас это были мои, ну как, мои личные слова. Сейчас я вам вот с таблицы прочитаю, например. А, это результаты исследования, она пока не нашла, не нужна. Срок хранения семян. Кто у нас рекордсмен? Какие семена можно хранить больше всего? Тут указано просто, не как-то там, что без потери в схожести, а просто, что семена жизнеспособные, пусть они половину не взойдут, но они все равно могут дать вам, если вы там побольше посеете. Указано 10 лет. Это бобы, очень долго могут храниться. Потом тыква, физалис, вот это такие. Свекла, очень долго лежит, это правда. Патиссон и огурец. У огурца схожесть сохраняется в течение 10 лет, но вы должны учитывать, что процент схожести будет падать с каждым годом. Потом по 8 лет хранятся все капусты указаны. Савойская, пекинская, кальраби, китайская, цветная. Сюда же идут крест-салат, кориандр и кукуруза. Сюда же идут рукола. Также укроп 8 лет может лежать, редька зимняя, редис, морковь. Все это 8 лет. Арбуз и базилик может лет 8 хранить семена. А потом брюква и дыня. Это самые-самые-самые такие у нас. Так, сейчас не могу найти здесь у нас томат. Подождите. А, томат пропустила 10 лет. Все, как я и говорила, до 10 лет можно хранить. Это значит первые 5 лет без проблем, а потом со стимуляцией. Еще я хотела посмотреть перец. Подождите, не могу найти. Перец. Перец всего до 6 лет. Про перец я скажу так. Я по многу лет перец никогда не храню, много семян не собираю. Но я читала, что перцы после 2 лет у них очень вниз идет. Сейчас посмотрю по результатам исследования. Вниз идет процент всхожести. А здесь его и нет. Так что год, два, три. Указано 6 лет. Но 6 лет, если это уже крайний срок, значит первые 3 года мы храним и высеваем. А после 3-4 лет хранить не стоит. И если у вас есть семена хорошего, хорошего такого сорта, но вы знаете, что они хранились очень долго, вы не уверены. Лучше проверить семена на всхожесть. В ближайшие дни я обязательно об этом расскажу. Это нужно делать обязательно, если вы хотите высеять. Семена какие-то старые, доставшиеся от мамы, от бабушки. Семена, которые вы берете просроченные в магазине. Семена, которые дала соседка или кто-то знакомый и вы не знаете, вырастут они у вас вообще или нет. Чтобы весной не тратить место в лотке, не тратить время, мы проверяем схожесть семян заранее. Я вас научу. Простой дедовский метод. Метод посева, проращивания. Все очень просто. До свидания. Это вот такая общая информация о схожести семян. Ну конечно, эта тема очень обширная. Если туда глубже копнуть, то можно зарыться вообще до невозможности. И получить даже ученую степень какую-нибудь о семенах, о жизни семян. Будем знать только то, что, например, томаты лучше сеять в схожие. Ну это для новеньких, вот самое первоначальное. Лучше сеять свежие на первый, на второй, третий год. Огурцы лучше отложить на год до следующего раза. Что у томатов и у огурцов очень большой срок хранения. Но томаты себя ведут до 5 лет безупречно. А потом нужна стимуляция. Как и со всеми другими семенами, после нескольких лет хранения обязательно стимулируйте перед посевом. Чтобы не было разочарования. Чтобы вы не стояли у лотка целый месяц. И не ждали, когда же она проплюнется. А может быть там вообще 20 семян будет. Все, до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова